В наше время переболеть даже небольшой простудой дорогое удовольствие. Курс лечения съест значительную часть семейного бюджета. Что уж говорить о серьезных заболеваниях. Например, такое показание врача – пожизненная терапия. И таблетки для этой пожизненной терапии стоимостью в 140 тысяч рублей. В два года у Ании Емельяновой обнаружили порог сердца. Ребенок был активен и ничем не отличался от здоровых сверстников. Вот и решили не оперировать. Когда девушка училась в 11 классе, у нее появились симптомы еще одного заболевания. Аня устала мучить одышка. В 2005 в областной больнице ставят новый диагноз – легочная гипертензия. Москва предположение местных врачей подтверждает. Все это время Аня пила препарат Силденофил. В прошлом году, в 2012, съездили на плановое обследование также в Бакулево. И там мне сказали, да, у тебя идут ухудшения, естественно, лучше не становится. И выписали более дорогостоящий, ну, как лучший препарат. То есть, в дополнение к тому, что я принимаю Силденофил. А вот комплекс еще дополнительного траклира, они, конечно, увеличивают шансы на дальнейшее мое пребывание. В список бесплатных лекарств траклир не входит. Если заказывать его через аптеку в Иванове, стоить он будет примерно 200 тысяч рублей. Для понимания, это пачка, которой хватает на 28 дней. У одного специализированного фонда в России есть возможность покупать траклир за 140 тысяч рублей. Но и таких денег у Аниной семьи нет. Принимать препарат девушка все же начала. Несколько пачек ей подарили. Прекращать теперь нельзя. Врачи говорят, что это может усугубить симптомы заболевания. Кашель у меня утром, когда я просыпаюсь, я встаю, я, ну, сердечно такой кашель, он ниоткуда, неизвестно. И, ну, то есть мне надо выпить таблетку и посидеть обязательно, чтобы вот не двигаться, даже вот, ну, ходить по квартире тяжело. Не могу подниматься там, вот я живу на четвертом этаже, мне тяжело. Я на каждой пролете останавливаюсь, отдыхаю. Уже несколько лет Аня и ее мама пытаются добиться поддержки от государства. Скоро закончатся подаренные пачки. И траклир придется покупать. Сейчас по 14-го года, с 1-го января, то есть наша болезнь относится к орфанам. И всех орфанных больных, которые болеют, наши болеют, переводят на региональное, как, обеспечивание. То есть регионы должны нас обеспечивать этими лекарствами. Соответственно, регионы, не все могут себе это позволить. И вот тут встает вопрос. В общем, как, что будет дальше? Вопрос действительно актуальный. Тем более, что Аня отстояла через суд свое право на получение бесплатных лекарств от Департамента здравоохранения. Но исполнять решение суда ведомство пока не спешит. Хотя по заверениям пристава все необходимые документы в Департамент отправлены. Кто только не помогал. Люди, конечно, очень отзывчивые. Даже совершенно посторонние люди оказывали помощь. Единственное, что, конечно, обидно за наших чиновников. Там, конечно, я сталкивалась очень часто с непониманием, с равнодушием и даже с каким-то безразличием. То есть совершенно к этой проблеме, независимо от того, что, конечно, это их прямая обязанность заниматься такими вещами. Наш телеканал ждал неделю ответ от Департамента, когда найдут деньги, а не на лекарства. Все это время обещали ответить. Ответили. Не на камеру, а письменно за подписью Михаила Ратманова. Департамент воздерживается от обсуждения дел Анны Емельяновой, поскольку в комментарии могут содержаться персональные данные. А потому, стоит ли девушке вообще ждать лекарств и когда начнут выполнять решение суда, вопрос по-прежнему открытый. Видимо, правду говорят в народе. На общение с Ивановским департаментом здравоохранения никакого здоровья не хватит. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.